Мам, пускай сидит и думает. Пускай все равно до нее должно дойти. Почему от нее все отвернулись? Ну это же надо уже в себе копаться. Ну это уже все, это просто пик. Это нужно так в себе копаться. Нет, она будет искать виноватых. И она сделает так, сделает так, что сейчас все будут виноваты. Вот и я так же. Я вот пойду к ней. Вот не знаю, что-нибудь скажу, потом к Алене прихожу. Говорю, Ален, что я ляпнула? Зачем я вот это сказала? Господи, да не надо было. Я 10 раз пожалею. Она нет. Она вот сейчас наляпала вот этих вот. И сейчас она делает так. Я ничего не говорила. Я ничего не говорила такого. Мама, она мне войну с этим Димой устроила. И вот до сих пор мы воюем из-за того, что я на лобном сказала. Оль, ну действительно, мне к тебе заходить вот уже ну просто, ну не в моготу просто. Я уже боюсь тебе слово какое-то сказать. Прежде чем иду туда, Господи, я 10 раз, Господи, какое настроение, как мне зайти? Что мне сказать? Вот я иду и настраиваю себя к ним. Как бы там лишнего слова мне не ляпнуть? Оля, ты на лобном себя вела? Вот просто в тебе столько злости. Ты вот злая какая-то. Как она подняла эту истерику? Дима, я в клинике. Я в клинике. Дима, ты слышал, что говорит она? Я быстро, я быстро просто удрала оттуда. Я ничего, я боюсь ей сказать слово какое-то. Это я до чего дожила. И теперь я еще должна от своей дочери получать просто пинки. Я вот пинки от нее получаю. Я ничего от нее не получаю. Отдачи никакой. Она мне скажет, я тебя содержала, мама. Она всем тут говорит, что она меня, я вам деньги давала. Я за вас здесь и рву. Вот ты понимаешь, я не знаю. Она тут всем говорит, что она нам деньги давала. Она сказала, что она оплатила Алене на учебу. Я чуть не упала. Я у тебя вот эти вот сто тысяч попросила, в долг попросила. Она мне до сих пор клюет этими деньгами. И чтобы у тебя какую-то копейку, она мне сейчас предлагает, пускай мать едет домой. Алена, давай мы с тобой будем спрашивать. Да я в жизни от тебя ничего не возьму. Ты потом меня сожрешь. Да зачем? Я связываться не хочу со своей дочерью. Я к Аленке подойду. Мне даже, если Аленка как-то, может, там что-то скажет, я как-то вот, понимаешь, спокойно отнесу. Ну, чем Коли. Я в жизни у нее не подойду, не спрошу у нее ничего. Я сейчас себе дала слово. Не приду к ней. Даже видеть ее не хочу, пока она не поймет. Пока не поймет, что действительно, что нужно сознавать свои ошибки. Нужно копаться в себе. Они всю вину, ты посмотри, все стрелки перевела. Все виноватые. Все они идеальная семья. Идеальная семья сидит здесь. У нас, мама, смотри, начинается семейный совет. У нас первое слово берет Оля. Вот я ее выслушаю от и до. Мам, как только я начинаю, они как два коршуна на кусок мяса налетают. Я вот для них какой-то, знаешь, как кусок мяса, который вот два коршуна просто раздирают. Ни слова не дают сказать. Этот начинает орать, просто перекрикивать. Я уже начинаю повышать тон. Он, он все больше, я еще, он еще больше. Ну ты вообще, что ли, обнаглел? Ну ты кто мне такой? Ну кто ты такой, чтобы ты тут стоял, сидел со мной и вот так разговаривал? Все, я не позволю себе больше вот так от меня ноги вытирать. Не позволю. Пускай сидит. Пускай сидит и думает. Пускай сопли на кулак наматывают. Чего хочет, пускай делает. Я не приду к ней. Не приду даже, даже мне говорю, ничего не дрогнет.